Итак, в этом уроке мы с вами разберем, как нам настроить флоу по загрузке различных сущностей с бэкэнда и отображение их на UI. В прошлом уроке мы, в принципе, уже сделали данную задачу довольно-таки старым методом, не очень интересно, то есть у нас есть какой-то флаг лишний, у нас достаточно много кода уже есть в компоненте, нам это не очень нравится. Для того, чтобы реализовать в более красиво данный случай, мы можем воспользоваться мощностью пайпов, которые есть в ангуляре, и конкретно это пайп, который называется Async, который позволяет работать с различными либо промисами, либо стримами из RxJS и так далее. Теперь смотрите, как я все это исправлю. Значит, перехожу обратно в шаблон, удаляю здесь все флаги лишние, ngif нам здесь больше не потребуется. Конкретно вывод данной ссылки я пока оставлю, да, то есть мы ее чуть позже доработаем. Так, и теперь я удаляю флаг loading, он нам здесь не потребуется. Я удаляю метод subscribe и оставляю только единственный метод fetch. Значит, что мы с ним будем делать с данным методом fetch? Метод fetch, как вы знаете, он нам возвращает список, точнее он нам возвращает observable, в котором как раз-таки и будут список всех категорий. Если мы не напишем метод subscribe, данный стрим, он не будет выполнен. Это означает, что мы не сделаем запрос к серверу без метода subscribe. Как раз-таки async pipe нам позволяет упростить данную задачу. То есть мы можем с вами завести переменную категорию в компоненте и сделать ее типа не массивом, а мы можем сделать ее типом observable. То есть тот тип, который нам возвращается как раз-таки из сервиса. И данный observable у нас будет по типу категории, только массив. Так как это у нас стрим, то мы можем дописать, точнее мы по-хорошему должны дописать здесь знак доллара. Это означает, что данная переменная является RxJS стримом, да, и она является асинхронной. Теперь далее. Если вы посмотрите на данный тип и посмотрите на тип, который у нас есть в сервисе, то они совпадают. Это означает, что мы можем просто данной переменной присвоить значение, которое будет возвращено из нашего сервиса. И дальше начинается некая магия. Если мы сейчас перейдем в шаблон, то давайте смотреть, какие у нас здесь ошибки вообще есть сейчас и как мы их можем исправить. У нас есть корневой элемент div с классом row, который позволяет нам внутри себя выводить все, что у нас есть и относится к категориям, к данным. Мы данный div будем показывать только в том случае, если у нас уже произошла загрузка. Поэтому как раз-таки здесь мы можем воспользоваться асинк-пайпом и узнать, прошла ли она, была ли она загрузка уже или нет, то есть ответил нам сервер или нет. Для этого мы пишем конструкцию ngif, то есть мы проверяем. Если у нас, у нас есть сейчас стрим, с которым мы можем работать, поэтому мы так и пишем. Если у нас данный стрим, который пропущен через pipe-асинк, то есть тем самым мы подписываемся на данный стрим, то есть именно здесь у нас будет проходить метод subscribe. Если мы подписываемся на данный стрим и данные какие-то здесь придут, то, пожалуйста, сложи мне их в переменную категорию s, которая будет доступна только внутри данного шаблона, с помощью как раз-таки синтаксиса s. А до тех пор, пока у нас не произошла загрузка, показывай мне loader, то есть else и показывай мне loader. Что такое loader? Loader — это непосредственно сам наш loader. Нам нужно указать ангуляру о том, что именно данная локальная референция, данное имя ведет к данному компоненту. Делается довольно просто. Для того, чтобы обработать блок else, мы должны все обернуть в компонент engine-template, который называется, и внутри него положить то, что мы хотим вывести в случае данной референции. То есть данный template мы должны назвать loader. Так, да и в принципе все. Давайте смотреть, как это работает. Значит, обновляю страницу. Как видите, у нас показывается список всех наших элементов. И при этом, если внимательно посмотреть, у нас есть также и loader некоторый. Допустим, мы в принципе могли бы добавить некоторую задержку, а давайте ее и добавим. Давайте, допустим, это сделаем на бэкэнде. Значит, у нас есть контроллеры, которые относятся к категориям, и у нас есть метод getAll. Здесь мы давайте добавим тайм-аут. И в тайм-ауте мы как раз-таки уже ответим клиенту. Здесь, допустим, мы добавим задержку 3 секунды. Теперь мы сохраним то, что у нас получилось. И давайте просто перейдем еще раз на нашу страницу. Как видите, у нас показывается красивый loader, и по истечению 3 секунд у нас показывается уже тот результат, который к нам пришел. Все настолько просто. Теперь, далее, нам нужно обработать следующую ситуацию, когда у нас пришел пустой массив сервера, да, то есть у нас нет никаких элементов. Мы можем также это симулировать. Вместо того, чтобы с бэкэнда посылать список категориев, мы можем посылать пустой массив. В данном случае, если мы посмотрим на ассортимент, у нас показывается loader, а потом ничего не показывается. И нам нужно как-то это исправить. Для этого мы можем дописать еще несколько проверок. Мы переходим обратно в шаблон и дальше проверяем. Значит, у нас есть div с классом collection, где у нас вводится список всех элементов. Нам нужно показывать данный div только в том случае, если у нас коллекция сама не пустая, то есть категории есть. Поэтому мы так и проверяем с помощью ngif. Если у нас переменная категория, а мы знаем, что это массив, то есть у него есть свойство length. не равно нулю, да, то есть длина данного массива, она больше чем ноль, то есть что-то есть, тогда мы показываем наш список. А иначе мы будем показывать референцию empty. Empty мы также добавляем по аналогии с loader. То есть мы добавляем ng-темплейт, который мы обзываем empty и дальше здесь мы просто можем написать, например, div с классом center и дальше текст, который будет показываться в случае, если у нас ничего нет. То есть, например, у вас нет ни одной категории. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, заходим, у нас идет loader и у нас показывается теперь красивый текст о том, что у нас нет ни одной категории. Замечательно. Теперь давайте мы вернем на бэкэнде все как было. То есть мы все проверили. Значит, здесь мы выводим категорию и мы убираем тайм-аут. Оп, и у нас показывается красивый лоадер и показывается одна категория. По-моему, выглядит здорово. Последнее, что нам осталось сделать, нам осталось исправить ссылку, потому что сейчас, если мы на нее нажмем, то у нас перезагрузится страница и вообще все приложение полетит. Нам такого допускать нельзя. Давайте мы это исправим. Значит, переходим на ассортимент. В шаблоне у нас есть атрибут href, который нам по-хорошему нужно удалить. Дальше мы должны воспользоваться директивой router link. И здесь мы будем выводить некоторые динамические данные, поэтому давайте мы его и забайндим. Значит, для того, чтобы формировать ссылки в ангуляре, мы можем использовать массив, где постепенно каждый элемент будет конкотенироваться с другим и формировать правильную ссылку. Что нам нужно вообще сделать, когда мы будем нажимать на определенную категорию? Мы будем открывать страницу, где мы сможем редактировать конкретно данную категорию. Данная страница у нас будет находиться по определенному роуту, который мы до сих пор еще не сделали. И давайте мы пока просто здесь это запишем. Значит, мы будем находиться на странице категорию и как параметр мы будем передавать ID данной категории, чтобы знать, какую именно категорию нам нужно отредактировать. То есть здесь мы будем писать категорию. И у каждой категории у нас есть уникальный ID. Категория ID. Похоже на правду. Сохраняем. Переходим. И теперь, если посмотреть в нижний левый угол, мы видим, что у нас формируется правильная ссылка с уникальным ID данной категории. Если мы на нее нажмем, то у нас будет ошибка, потому что пока что такого роута у нас нет. Но при этом теперь у нас готова целиком страница. То есть она у нас правильно подгружается, есть лоадеры, есть сообщения о пустых элементах, формируются ссылки. И вы можете посмотреть на компонент, как много у нас тут кода написано. На самом деле его действительно немного. То есть все очень лаконично, при этом красиво и работающе. Плюс еще такого подхода заключается в том, что так как мы сами с вами не подписывались на стрим, то мы не должны от него отписываться. То есть у нас это делает AsyncPipe. И это добавляет еще больше чистоты кода и понимания того, что происходит. Ну а если пройтись еще раз по шаблону, то у нас есть просто проверка. Мы обрабатываем асинхронный какой-то код с помощью AsyncPipe и говорим, что как только все загрузится, мы просто помещаем в локальную переменную категорию. В противном случае, если еще нет ничего с сервера, то мы показываем лоадер. И дальше все по стандарту. То есть просто проверяем количество элементов и показываем либо список, либо показываем просто текст. Поэтому на этом все. И в следующем уроке мы продолжим разработку. Субтитры создавал DimaTorzok